Весна 2014 Очень важно подготовить кожу к нанесению косметики. И в этом нам поможет обогащающая и тонизирующая розовая вода. Наносим небольшое количество воды на ватный диск. А затем протираем водичкой лицо модели. Поры кожи сужаются. Лицо увлажняется. И таким образом мы подготавливаем кожу к нанесению следующего средства. Следующее средство, которое мы будем наносить, это увлажняющая база Эксперт из серии Экспиральта. Небольшое количество увлажняющей базы мы наносим на запястье руки. Прекрасным дополнением к базе Экспиральта является фитоактивная сыворотка, питание и насыщение. Небольшую каплю этой сыворотки мы добавляем в увлажняющую основу. И получаем очень хорошую, активную, увлажняющую основу, которая будет держать наш макияж в течение всего дня. Особенно она хорошо подходит для использования в ветреную погоду. Не забываем о коже шеи. Ну и вы видите, что в итоге мы получили гладкое сияющее лицо, которое готово к нанесению средств декоративной косметики. Незаменимый этап в любом макияже – нанесение пудры. Пудра Энигма выравнивает цвет лица и при этом позволяет коже дышать. Мы наносим пудру кистью кабуки. Не забываем об области вокруг глаз. Подготавливаем эту область к нанесению теней. Хорошо матируем Т-зону. Для нашей модели мы используем компактную пудру Энигма 0,3 тона. Для чего нам нужен макияж? Ну, конечно же, чтобы выглядеть на все 100%. А что нам для этого нужно? Подчеркнуть естественную красоту нашего лица. Итак, сделаем акцент на брови с помощью специальной кисти и прессованных теней 0,3 тона. Мы набираем небольшое количество теней Энигма на плоскую кисть Энигма. Легкими движениями мы начинаем прокрашивать бровь не от самого начала, а от середины. И дальше захватывая область хвостика и уводя линию практически в никуда. Бровь получается насыщенная по цвету, но в то же время не слишком яркая и естественная. Сегодня мы выполняем весенний макияж. Все мы знаем, что когда расцветает природа, появляется многообразие красивых чистых оттенков. Именно их я буду использовать для создания образа. Это и светлый фиалковый, и фиолетовый, и насыщенный серый, и красивый изумрудно-зеленый. Макияж глаз я начинаю с использования теней самого светлого оттенка. Именно их я наношу на область неподвижного века под бровью. Следующий оттенок – это оттенок красивый фиалковый. Мы будем наносить на подвижное веко. Следующий оттенок – красивый глубокий фиолетовый – я буду наносить на внешний уголок глаза вдоль ресничного края и на уголок, на складочку между подвижным и неподвижным веком. Затем я растушевываю цвет, двигаясь к центру глаза и немного вверх в область височной зоны. Это позволяет нам максимально распахнуть глазки. Также для подвижного века я буду использовать и самый-самый темный оттенок – серый. Его я нанесу по подвижному веку вдоль ресничного края. Таким образом, серый оттенок придаст глубину взгляду и объем ресничкам. В весеннее время люди устают от темных и серых оттенков. Хочется смотреть на красивые чистые цвета, которые поднимают настроение. Кистью для растушевки я набираю самый темный серый оттенок и наношу его вдоль ресничного края, немного выводя во внешний угол и растушевывая в сторону височной области. Будем работать достаточно активным цветом, таким зеленым, изумрудно-зеленым цветом. И его я буду накладывать равномерно вдоль всего нижнего века, немного выводя цвет за пределы глаза и соединяя с верхней линией. Потрясающие возможности современной косметики открыты каждый из нас. Мы не только придаем выразительность отдельным чертам лица, ведь основная задача – это создать совершенный образ. И тушь-архитектор «Энигма» нам в этом поможет. Тушь-архитектор «Энигма» мы наносим в несколько слоев. Мы наносим ее, двигаясь кисточкой от основания ресничек кончиком с зигзагообразными движениями. Это для того, чтобы реснички между собой не склеивались. Только мы наносим тушь на один слой, еще не давая ей высохнуть, можно набрать необходимое количество туши и нанести второй слой. При помощи туши «Энигма» мы хотим создать весенний макияж, а поэтому мы наносим только два слоя. Реснички получаются и длинные, и яркие. Глаза становятся более выразительными. И теперь хочется освежить лицо. Для этого я буду использовать 108-й оттенок розовых, красивых розовых перламутровых теней. Я наношу их на кисть кабуки, на самую выпуклую часть щеки. Итак, все ключевые элементы макияжа выполнены. И теперь мы приступаем к макияжу губ. Мы немного увлажняем губы бальзамом «Энигма». Немного припудриваем контур губ для того, чтобы цвет у нас продержался максимально долго. Затем выполняем контур. После нанесения контура мы наносим помаду для того, чтобы они стали еще более красивыми, увлажненными, сочными. Я взяла 01-й оттенок, набираю его на кисть и наношу достаточно большое количество для того, чтобы помада распределилась везде, равномерно. При желании можно в конце нанести еще капельку блеска для губ. Но для данного весеннего макияжа я бы выбрала именно помаду 01-го оттенка, либо блеск 104-го тона. Помаду можно нанести как кистью, так и из тубы. Из тубы слой получится более плотным, но в то же время он продержится достаточно длительное время. То есть чем больше у нас помады на губах, тем дольше она будет держаться и тем больше она будет увлажнять кожу губ. И последняя капелька – это капля блеска для губ. Это 106-й тон. Блеск для губ Enigma карамельного красивого оттенка. Ну вот, блеск для губ мы нанесли. Весенний макияж готов. И для этого образа идеально подойдет аромат Empress. Красивый, весенний, полезный и натуральный макияж готов. К весне готовы вместе с Enigma. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова